А следующее у меня сейчас на губах. На одной половине моих губ находится один карандаш, а на второй половине губ другой карандаш. Эти карандаши не идентичны друг к другу, но очень близко похожи. Я думаю, что если бы делала сравнение от Emtale, то это, наверное, было бы процентов 85, возможно, под 90% схожести. Первый оттенок, которым я искала аналог, это Subcouch от MAC. И, насколько мне известно, этот оттенок они с производства сняли. И очень многие люди по этому поводу сокрушались, потому что очень многие его любили. Это действительно очень нейтральный нюдовый оттенок, который подойдет под многие помады и его очень красиво носить самостоятельно. Хотя он чуть посуше своего аналога, который у меня представлен от марки Essence. Очень многие любят эти карандаши. Эссенс наносится чуть более живо, чуть более жирно, чем, например, аналог от MAC. Он совершенно похож на маковские карандаши. Чуточку вижу это отличие, но уверяю вас, что под помаду, во-первых, этого отличия не будет совершенно видно. Да и, в принципе, если не приглядываться, то разница эта не столь велика. И вы знаете, носятся они примерно одинаково, и оттенок, который у Essence называется In The Nude в номере 11, может вполне успешно заменить маковский карандаш под номером, не под номером, названный сапкаучи-производителем. Я буду говорить о базе под консилер. Есть такие от Smashbox. И искала я к этой базе сегодня аналог. Вернее, я нашла его давно для себя. Хочу вам о нем рассказать. База под консилер называется Photo Finish Hydrating Under Eye Primer. Вы знаете, это очень полезная штука для тех девушек, у которых есть в наличии какие-то сухие консилеры, которые жалко выбросить, которые хочется использовать, как, например, у меня есть NARS консилер, Creamy Concealer. И это полезная штучка для тех, у кого очень сухие веки, кожа на нижних веках очень сухая. И какие бы консилеры туда не нанес, и как бы ты сильно не увлажнял, все равно эта сухость проявляется в течение дня. Ну и, конечно, эта штука будет очень полезна для девушек в возрасте от 30 лет, когда, несмотря на всяческие увлажнения и уход, уже есть возрастные изменения кожи, которые никак не нивелировать, и все равно они о себе дают знать. И это очень полезная вещь под консилеры. В данном случае здесь есть вот такой вот носик, и вот такая силиконистая субстанция находится и выдавливается из этого носика. И что могу сказать? В принципе, работает это средство. Я не скажу, что это какое-то восхитительное средство, без которого невозможно жить, но люди в возрасте от 30 лет или с чрезмерной сухостью кожи оценят это средство. Девчонки молоденькие, девчонки с очень хорошим тургером кожи даже не увидят, я думаю, никакой разницы, поэтому я не вижу никакого смысла им покупать, в принципе, это средство. Для себя же подобные средства, я считаю, если не необходимыми, то как минимум полезные в обиходе. И нашла я аналог от Гош. Я, честно говоря, аналогом пользуюсь значительно чаще, чем праймером от Smashbox, и изредка мне кажется, что он даже лучше работает, ну так по моим внутренним ощущениям. У меня там какой-то внутренний бухгалтер сидит где-то процентов на 20. Это Illuminating Eye Roll On. Тоже такой вот ролик под глазки. Здесь уже внизу шарики, вот такие металлические. Я все равно распределяю и то, и другое средство потом безымянным пальцем. И очень оно меня спасает, когда я наношу под глаза какие-то плотные или сухие консилеры. И я очень вам его рекомендую, и очень я его люблю. Priming Refresh, как-то так он называется. Кстати, производитель советует его наносить и также вне консилера, для того, чтобы просто освежать зону под глазами. Мне кажется, что и тот, и другой праймеры силиконистые. Ну вот этот, наверное, чуть более водянистый, а вот этот чуть более густой. Наверное, собственно, поэтому я использую вот этот чуть водянистый чаще, потому что вот эта густота под глазками лично мне, ну, не доставляет какого-то большого удовольствия. Но в принципе, если не придираться, работают они аналогично. Я вот сейчас смотрю в камеру, какого цвета мои пальцы, это ужас какой-то. Это тени, это тени, это Шанель. И, наконец, последнее, о чем я хочу говорить, это о праймерах. И сразу скажу, что у меня никогда не было люксового праймера, потому что мне жаль тратить на подобные деньги. Но я должна сказать, что праймер, конечно, безусловно, выполняет свою роль. Для меня это стало очевидным, когда я стала снимать видео, и выяснилось, что ресницы на камеру совершенно уменьшаются в размерах, их практически не видно на глазах. И для того, чтобы на расстоянии, там, двух метров от камеры глаза у тебя смотрелись достаточно выгодно, нужно либо клеить накладные ресницы, либо в несколько слоев наносить тушь, и потом это носить в жизни достаточно проблематично. То есть, выглядит это достаточно клампи, то есть, много туши на ресницах. И поэтому я пришла к мнению, что праймер и лично мне тоже нужен. И я праймером пользовалась, и достаточно давно, но совершенно не тем, чем пользуются остальные люди, потому что большинство людей предпочитают Эвелин. И когда я его купила относительно недавно, это произошло, наверное, месяц тому назад, я была настолько удивлена, что столько людей его любят, когда есть аналогичный бюджетный продукт, который, на мой взгляд, значительно лучше, чем вот этот праймер. Его преимущество состоит в том, что он достаточно тоненько ложится на ресницы, но, вы знаете, в таком случае его же и преимущество, как праймера, тоже нивелируется, потому что нанести еще один дополнительный слой туши достаточно, чтобы, собственно, создать подобный же эффект, как и без него. Меня это удивило. И, вы знаете, мне все-таки ближе и роднее щеточки обычные, нежели вот такие вот силиконовые. Но, если, конечно, вы любите силиконовые щеточки в тушах, то и в праймере, скорее всего, они для вас будут любы. Но мне нравятся больше щеточки обычные, хотя силиконовыми я тоже пользуюсь. И поэтому я приобрела, наверное, год назад, я уже, как отметила, вот такой праймер от Essence, в котором самая обычная классическая щетка. И, вы знаете, это настолько классный праймер. На мой взгляд, он значительно лучше, чем вот этот. Он ложится на ресницы значительно более густым слоем. То есть он утолщает все реснички. На моих ресницах деликатный праймер от Evelyn работает хуже, чем праймер от Essence. Он настолько хорошо и красивый, пушистый их красит, что я бы предпочла, чтобы была у меня вот подобная же тушь. Ну, очень красивый эффект. Но могу сказать, что если это будет силиконовая расческа, потом, соответственно, в туши, которую вы наносите поверх, то вполне вероятно, часть этого жирного вещества от праймера будет счесана этой самой расческой. Поэтому я научилась сейчас чуть-чуть ждать, пока праймер схватится на ресницах. И уже потом достаточно жесткой щеткой от туши прочесывать свои ресницы. Вот тогда эффект получается вау. Мне нравится эффект от этого праймера значительно больше, чем от этого. И на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Я желаю вам всего самого доброго. Я не знаю, получилось ли у меня сегодня одно видео. Или, как обычно, все-таки это будет длительное видео. Мне придется делить его на две части. В любом случае, я очень рада, что вы провели это время со мной. Я вам за это благодарна. Я очень признательна вам. Я буду рада комментариям. Я очень люблю общаться под видео. И по мере своих возможностей я стараюсь отвечать довольно обширно, развернуто. И большое вам спасибо за добрые слова, которые сыплятся на меня после моих видео. Мне очень нравится адекватная и добрая публика, которая собирается у меня на канале. Всего вам доброго. До свидания.